Перед кинотеатром Лодь раскинулась красная ковровая дорожка, примета шумного светского события. На церемонию закрытия первого в Иванове фестиваля отечественных телесериалов «Пилот» съехались десятки звезд всероссийского масштаба. Среди почетных гостей – президент фестиваля, кинорежиссер Валерий Тодоровский. Именитые актрисы – Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Алика Смехова. Посмотреть на знаменитости собралось не меньше полусотни горожан. Интересный проект, интересный пилот. Ну пока заходили? Нет, к сожалению, не попало, но очень интересно. Я была на открытии, и вот случайно попала на закрытие. Здорово, что приехало столько интересных людей, актрис, актеров, режиссеров. Были на просмотре с первого дня, и нам очень понравились этот самый фестиваль, понравился фильмы. В основном все очень понравились. Какой сериал особенно запомнился? Министерство, это самый, господи, учителя, хор, очень понравился. И 90-е годы его. 90-е, веселые, в общем, замечательные фильмы. Почему сегодня сюда пришли? Посмотреть на закрытие кинофестиваля. На платье обращаете внимание? Конечно. Как платье? Вообще, шикарное у всех платьев девушек. Вслед за звездами отечественной телеиндустрии по ковровой дорожке прошли зрители, которым посчастливилось попасть на церемонию закрытия. Для всех гостей обязательный дресс-код. Дамы в изысканных платьях, джентльмены в строгих костюмах. Мы показываем, насколько все это открыто. Что по красной дорожке может пройти не только звезда, но и, в принципе, гости города Иваново. За четыре фестивальных дня жители города увидели 20 сериалов. Показы проходили на главной площадке, в Лодзе, а также под открытым небом, на большом экране на площади Пушкина. По словам программного директора фестиваля, картины отбирались так, чтобы наиболее широко показать весь спектр отечественной телеиндустрии. Во-первых, мы очень хотели доказать этим фестивалям, что российские сериалы могут по качеству драматургии, по своей эстетике, по своей проблематике, по своей глубине соответствовать тем сериалам, которые любят и смотрят все. А во-вторых, мы хотели выбрать сериалы, которые бы затрагивали все темы, которые нам кажутся важными в сегодняшней российской повестке. Поэтому здесь есть сериалы и о политике, и о семье, и о болезни, и о смерти, и о многих других вещах. Примечательно, что сериалы из конкурсной программы впервые показали именно на Ивановском экране, еще до официальной премьеры по ТВ. Презентовать некоторые ленты режиссеры и актеры приехали лично. Я сегодня утром сошла с поезда, и я поняла, что я приехала в правильное место, потому что здесь меня ждали и мои друзья, и мои коллеги. И вообще этот фестиваль, который еще только родился, так скажем, в эти осенние дни, он сделан прекрасными людьми, которые, во-первых, профессионалы своего дела, во-вторых, которые вкладывают душу во все, что они делают. Лучшие работы организаторы фестиваля отметили наградами. Победителей в шести номинациях выбирала компетентная жюри. Свой голос за понравившуюся картину могли отдать и сами зрители. Победитель в шести номинации Актриса Елизавета Боярская в сериале «Вороны». Лучшая актерская игра Юрий Стоянов в «Вампирах средней полосы». Награду за продюсерскую работу над картиной «Триггер» получил Александр Цикало. Ну и сразу две награды за лучшую режиссерскую работу и главный приз фестиваля «Лучший пилот» получил телесериал Михаила Полякова «Девяностые весело и громко». Ждем, чем удивит зрителей следующий пилот в 2019 году. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иванова. Актриса Елизавета